Борьба за мир или война за мир? Для кого плающая планета лишь прибыльный бизнес-проект? Кто и как пытается втянуть в него мирную Беларусь? И что можем мы, чтобы этого не допустить? Здравствуйте, меня зовут Елена Домиева, в эфире «Прямой разговор». Начнем с главного, с информации спецслужб, которую озвучил на этой неделе наш президент. В ходе закрытой части наших беглых переговоров в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноябра Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затихся, да, в курс зашли, уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. И это затихся, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. Я хочу спросить у американцев. Вы мира хотите? Мирных переговоров? Или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю. Потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Вот их политика. И все это, заметьте, в канун Международного дня мира. Праздника, учрежденного ООН, который из года в год поет человечеству красивые песни о мирном сосуществовании всех землян и призывы о прекращении огня. В 2001 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как День отказа от насилия и День прекращения огня. Организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий на время празднования Международного дня мира и провести праздничные мероприятия в формате просвещения и информирования общественности о вопросах, связанных с миром. Ну а число вооруженных конфликтов на планете продолжает расти и бьет рекорды. Что ж, если войны начинаются, значит это кому-то выгодно. Давайте послушаем мнение аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина, с которым мы обсудили эту тему накануне. Война приносит деньги. Мир не приносит деньги. Такая концепция, она, конечно же, враждебная для нас. Мы можем жить спокойно и создавать свои активы, свою прибавочную стоимость в мире и порядке. Но корпорациям, в первую очередь западным, им необходимо быстро здесь и сейчас. Быстро здесь и сейчас можно заработать только на войне, на огромных жертвах, на разрушениях. Таким образом, американцы вместе с британцами, англосаксонские корпорации и банки решают главную свою задачу. Они избавляются от эффекта перепроизводства, от своих внутренних экономических кризисов. И можно сказать, что это им удается. Только война в Украине дала огромные триллионные заказы их оборонному сектору. Промышленность сейчас в Соединенных Штатах Америки растет с темпами в 17 и более процентов. Такие темпы никогда не были. Были только во время Второй мировой войны. Поэтому мир, конечно же, находится сейчас в очень таком шатком состоянии. А чем дольше тлеют военные конфликты, тем сложнее их завершить. И тем труднее многим удержаться от искушения получить свои профиты. Таким мнением с нами поделилась аналитик Ольга Лазоркина. Как бы мы это ни скрывали, она выгодна всегда и всем. Столетиями это проверено. У войны бывает всегда несколько фаз. Это фаза привыкания, ужаса перед событиями, которыми происходят. И потом появление множества возможностей для самых разных категорий. Для людей отдельных, для государств, для организаций, в том числе международных. И все понимают, что использовать эти возможности легко, а вот отказаться от них в угоду какой-то общей цели это самое сложное. Мы помним, чтобы выйти на мир, настоящий мир, Европа пережила две мировых войны. Только когда было истреблено, ну, самый актив и европейский, и на нашем, вот теперь уже постсоветском пространстве, только тогда отказались вот от истребления друг друга и вышли на некий позитив. Поэтому то, что происходит сейчас, это тоже определенная фаза. И, к сожалению, это уже фаза привыкания и включения вот в эти возможности, которые дают кризис. Так возможен ли он? Мир во всем мире. И как его достичь? Об этом мы и спросили у Брещан. Давайте послушаем, что думают по этому поводу наши земляки. Мир во всем мире, это же мы знаем еще вот такими были. Такой лозунг был. Ну, надо верить. Я верю, наверное. Когда-нибудь будет. Такое невозможно просто потому, что каждый человек думает по-своему, и из-за этого у людей мнение не сходится, и никто ни с кем не договорится полностью. Хотелось бы, чтобы он был мир во всем мире. Но в наше время это утопия. Нет, однозначно возможно. Все зависит от людей, от того, что они хотят, от того, что они создают. Это может быть только на основании какой-нибудь организации, как было, например, раньше ООН. Но ООН с себя и жила, по факту. В первую очередь, из-за того, что Штаты показали, что они могут ее поднять от себя. Потом должна быть новая организация, я не знаю, такая, может, на основе БРИКС, которая будет иметь полностью экономическую независимость, политическую. Наверное, это утопия. Хочется, чтобы это было правдой, а не было утопией. Поэтому я считаю, что возможно. Я думаю, что возможно. Надо быть добрыми, заниматься, наверное, экологией, здоровьем, усилием и финансами направить на какие-то мирные цели. Но, к сожалению, политики решают иначе. 21 сентября у меня день рождения, поэтому я очень рада этому дню и буду надеяться, что все-таки мир восторжествует когда-нибудь. Пока есть деньги, даже вообще говорить о мире нельзя нигде и никак. А я считаю, что мы будем жить людьми. Это нужно, чтобы всем собраться и жить в мире. И можно жить в мире. И с соседями, с плохими можно жить в мире. Оно для этого, для этого должны быть очень хорошие дипломаты. Наше государство в этом процессе играет огромную роль. Оно стабилизирует ситуацию. Оно всех призывает к согласию, к примирению. Я думаю, что наш президент поступает очень верно. Лукашенко только зазывает за мир. Везде он ездит, и в Украину, и всех. Только мир. Только мир. Александр Григорьевич не раз показывал, что Беларусь может себя предоставить как площадкой для переговоров, которую он может уже силу своего, как говорится, опыта может организовать все на высшем уровне. Наше государство молодец. Я оцениваю ее на высшем уровне. Наше поведение нашего руководителя и его политика молодец. Самый лучший у нас руководитель. О миротворческой миссии Беларуси мы накануне поговорили с политологом Вадимом Гигиным. Беларусь, по крайней мере, в нашем регионе является одной из ключевых. Вы знаете, что с первых же дней вооруженного конфликта на Украине мы выступали площадкой для ведения этих переговоров, делали все возможное. Посредническая миссия Беларуси, она и сейчас задействована, скажем, в обмене пленными, в поддержании дипломатических контактов между Москвой и Киевом. По целому, ряд других аспектов, о которых, возможно, даже еще не приходится говорить, но со временем о них станет известно. Мы ведем эту работу. Но мы, с другой стороны, понимаем, что мир должен быть защищенным. Это не мир на любых условиях. Мир должен быть защищен. Мир на любых условиях нам показали западники, когда заключали Минские соглашения, а потом заявили, что не собирались их выполнять. Нет, мир должен быть защищен и гарантирован. С этой позиции и выступает наш президент. И если любая возможность такая возникает, она, допустим, была этим летом, остается частично, мы готовы ее использовать. Ну а если по-хорошему не понимают, что тогда? Одним из важнейших факторов, сдерживающих, если брать чисто военную сферу, является наличие у нас ядерного оружия. Вот это тактическое ядерное оружие, оно разрушительно по своей силе. Наши противники понимают характер нашего президента, который готов применить все средства для защиты Беларуси. И вот это их, конечно, так сказать, охлаждает их пыл. Кстати, именно об этом наш президент напомнил во время празднования Дня народного единства. Для тех, кто подзабыл. Там, на Западе. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. Обсудим эту тему с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Сергеем Жуком и первым секретарем областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юрием Сегинюком. Здравствуйте. Добрый вечер. По-прежнему не дает покоя наша мирная Беларусь кому-то. Вот как вы оцениваете новости из УСПЕРОГО? Зачем им это нужно? На самом деле президента всегда надо слышать, он всегда говорит умные вещи, и на самом деле он общается и обсуждает все эти вопросы с народом, и совещаясь, и успокаивая, это тоже очень важно. Поэтому, конечно, мирная страна, такая как Беларусь, ну не нужна, прежде всего, мне кажется, Западу, потому что у нас есть своя культура, свои устои, и мы, мне кажется, как никто другой, знаем, что такое быть полем боевых действий. И с покон веков так уж получалось трагически, что все войны были у нас, проходили на нашей территории, и мне кажется, белорусы, как никто, не хочут войны. А, как и говорили здесь и спикеры, то есть вот, любая война, особенно для Запада, это деньги. Они обновляют свой, как и военный арсенал, так и зарабатывают большие деньги на производстве оружия, как бы так. И мы же можем даже вспомнить Америку, когда у него был большой финансовый кризис до Второй мировой войны. И как они поднялись и сделали большой скачок за счет ленд-лиза того же и помощи уже после Второй мировой войны. Хотелось бы обратить внимание на стиль и модель коммуникации главы государства с белорусским обществом и с нашими международными партнерами. Вынесение в публичную плоскость, фактически разведывательной информации, о чем глава государства сказал в своем выступлении, когда четко говорится о тех угрозах, которые формируются здесь и сейчас на наших границах, является крайне нехарактерным для современной политики. Это показатель того, что белорусское государство владеет ситуацией, владеет информацией и, что самое главное, имеет политическую волю для того, чтобы давать адекватные ответы на формирующиеся угрозы. Вот вынеся в публичное пространство то, что против нас готовится, фактически глава государства предлагает снизить градус эскалации, предлагает сесть за стол переговоров, потому что вот эти тайные планы, они перестают быть тайной и они уже, в принципе, уже отыгранная карта. Это показатель того, что белорусское государство способно получать чувствительную для себя информацию за рубежом. Это показатель эффективности работы спецслужб. И что самое главное, это показатель политической воли нашего высшего военно-политического руководства коммуницировать такие сложные проблемы с нашим обществом. Это достаточно важно. Президент, как всегда, откровенен со своим народом, но каких шагов стоит ждать от Запада? Получается, их планы поломаны? Мы можем сказать о, прежде всего, тех шагах, которые, тех возможностях, которые есть у нас. В частности, я бы акцентировал внимание на двух вещах. На длинной руке белорусского государства к ней относится наш военный компонент как ядерный, так и не ядерный. Это способность наносить крайне чувствительный урон агрессору на его территории. Мы говорим о оперативно-тактических комплексах, прежде всего, Искандер и реактивных системного запового огня Полонез. Том оружия, которое способно нанести неприемлемый урон тем, кто перейдет наши границы. Это достаточно важный аргумент. Обращу внимание, что 10 лет назад у нас не было подобных вооружений. И за это время мы действительно сформировали то, что называется длинную руку. Второй важный момент – это длинная воля белорусского руководства, основанная на консенсусе белорусского общества вокруг идей мира и независимости. Мы, с одной стороны, будем последовательно отстаивать наши национальные интересы всеми имеющимися способами. Политическими, экономическими и так далее. Что самое главное – дипломатическая плоскость. И, с другой стороны, это способность политических элит принимать в условиях экзистенциальной угрозы нашей независимости крайне тяжелые решения. Вы, как мужчины, как защитники, как восприняли эту информацию? Слова президента. Что внутри? Что-то ёкнуло? Или вы спокойны? Ну, знаете, как у любого мужчины, особенно, если считать себя патриотом, способность защитить страну человек должен чувствовать всегда. И готовность, самое главное. Ну, и с посылой, из слов президента тоже было сказано, что вы будьте спокойны, растите детей. То есть, это тоже придает уверенности, что мы и дальше будем продолжать мир на стране. Только мир нам нужно ценить. Мы же все же готовимся дальше не к войне, мы готовимся к хорошим праздникам, такие, как дожинки и так далее. И мне кажется, такая тоже вот красная нить того, что каждый беларус должен все делать на мирном поле и максимально вкладываясь в экономику, чтобы дальше сохранять и поддерживать этот мир, помогая высшему военно-политическому руководству, ну и, конечно же, президенту. Полностью согласен. Ключевой момент, да, готовность защищать страну, она должна быть, но пока этой необходимости нет. Для того, чтобы наши военные могли выполнять свою миссию, нужна эффективно функционирующая экономика и социальная сфера, говоря простыми словами, надежный тыл, который обеспечиваем мы с вами, в том числе здесь, в рамках обеспечения информационной безопасности. Этим же занимаются наши учителя, врачи, аграрии, работники промышленных предприятий. Это все разные грани национальной безопасности. И, безусловно, краеугольный камень, обеспечение ее – это национальное единство. Это объединение вокруг белорусского государства и вокруг белорусского народа. Однако президент в своей речи говорил и о новых планах расшатать ситуацию внутри Беларуси перед новыми выборами. Это тоже очень важный тезис. Конечно, самоуспокаиваться вообще не стоит. Понятно, что есть вот эта горстка беглых, которые все равно ждут полакомиться белорусскими предприятиями, потому что надо будет распродать от работы свои деньги белорусскими, не знаю, нашими достояниями, культурой и так далее. И, конечно, попытки в любом случае будут, потому что можно заметить это вообще смотря YouTube. Приходит какая-то реклама за рубежа, либо не приходит. Деньги заканчиваются, тишина, смотришь спокойно, вот я сыну мультики показываю. А вот что-то опять капнуло им денежки, и опять пошла какая-то таргетная реклама. Это раз. Второе то, что понятно, что у нас есть прививка, это 2020 год, да, то есть как бы вот она и действует, слава богу. Но в любом случае, если мы самоуспокоимся, то есть этого делать нельзя. И максимально мы же понимаем, что реально все делать сейчас для народа, для государства, это, ну, видно, я как общественный деятель, да, то есть я вижу, что посещая школы, в каждой школе новые там конвенкоматы, да, то есть я уже выучил это слово, то есть новые пищевые блоки и так далее. ФАПы построены, то есть опять все вкладывается в социальную сферу, в том числе, помимо еще военной. Поэтому Сергей тоже тут прав, что мы должны максимально быть консолидированы и как в умах, и едины, да, то есть так и на производстве тоже, чтобы максимально сделать нашу экономику эффективной. То есть вы считаете, что это заведомо провальный сценарий? Повторить 2020 год уже точно не получится? Повторить уже ничего невозможно. Вот в том виде, в котором было, да, войти второй раз в ту же реку просто нельзя. Мы изменились. Изменились мы, изменились наши оппоненты, мы это тоже должны понимать. И недооценка тех сил, которые несут деструктив, которые стремятся нести разрушение на белорусскую землю, мы должны учитывать. Мы не должны их недооценивать. Поэтому в этом отношении мы должны быть действительно сплоченными, мы должны понимать, что мы достигли, какие у нас результаты, в какой стране мы живем. И только вместе мы сможем противостоять подобным угрозам. Само по себе государство, естественно, устоять не способно. Только государство и общество, консолидированные, могут эффективно отвечать на вот эти формирующиеся угрозы, а не будут формироваться. И как бы то ни было, вопреки тем козням, которые строят по соседству, мы развиваемся, и, слава богу, у нас все хорошо. Поделился с нами мнением на эту тему также и Вадим Гигин. Давайте его послушаем. За этим следят пристальнейшим образом, как все белорусы проявляют. Мы уже даже из разговоров с западными дипломатами знаем, что на них крайне неприятное впечатление произвело, то, насколько широко обсуждалась Конституция, какой была явка во время референдума, то, что во время СВО у нас не было никаких-то волнений, тут конфликтов и так далее. Как успешно мы провели кампанию по перерегистрации политических партий. Я могу дальше пальцы загибать. Вот каждое это действие, оно их деморализует, оно выбивает, если угодно, почву у них из-под ног и разрушает их планы. Ну да, на словах, еще раз повторюсь, они все замер на деле. Все это их безумно раздражает. И наша мирная жизнь, и правдивые слова президента, и то, что у нас нет войны. Что самое главное, им не нужна сильная Беларусь, способная отстаивать свои национальные интересы. Мы стали проводить действительно обеспеченную политику, когда наши решения в рамках внутренней политики, в рамках внешнеполитического курса, они всегда имеют под собой очень серьезный базис основания. С одной стороны, это поддержка общества, когда общество на те инициативы государственные откликается. В определенных моментах общество выступает в качестве инициатора изменений, которые у нас происходят. И что самое главное, у нас есть очень важный фактор и военный, и экономический для того, чтобы наша политика, наш курс был обеспечен. Потому что в современном мире проведение необеспеченной соответствующими ресурсами политики является, по сути, дорогой к failed state, проваленному государству, к утере эффективности государственной, к развалу государственных институтов и, как следствие, потере суверенитета. Что ж, на этой неделе наш президент нас и запугал, и сразу же и успокоил. Мы знаем, что наш маленький, светущий мир в надежных руках, но расслабляться всем нам, конечно же, не стоит. Для того, чтобы сохранить этот мир, мы и сами должны смотреть в обае, как говорится, не спать в шапку. Давайте еще раз послушаем Ольгу Лазоркину, с которой мы пообщались накануне. Сегодня у нас есть опыт, есть прошлая история, и она не просто в нашей памяти. Мы можем представить доказательства того, что было сделано. Вот люди в 30-е и 40-е годы, они видели только одну войну, а мы-то видим уже две, и Республика Беларусь как раз идет по этому пути. Для того, чтобы перейти на конечную фазу, выйти на мир, заставить отказаться от возможностей, нужно каждый день, ежедневно, ежечасно показывать, чем это закончилось тогда. Потому что за 80 лет, к сожалению, многие подзабыли. А молодым поколениям объяснить, что такое 22 июня 41-го года, очень сложно. Они видят его скорее в играх, чем понимают, что произошло на самом деле. И поэтому информационная работа, разъяснительная работа на всех мыслимых площадках, я имею в виду, на площадках ООН, ЮНЕСКО, везде, где работает, в том числе и дипломатия Беларуси, очень важно проводить вот эту работу. И если нельзя привести к разуму, то нужно где-то и заставлять. Вот Республика Беларусь как раз этим и занимается. Что ж, каждый должен заниматься своим делом, делать его как должно. Ну а мы, естественно, будем информировать. И сейчас с прекрасным подспорьем 24 на 7 будет работать первый информационный телеканал. И, соответственно, каждый телезритель будет в курсе всего того, что происходит и в Беларуси, и во всем мире. Да, тут согласен. На самом деле, продолжение темы, что никогда нельзя останавливаться. Даже давайте смотреть. Мы говорили, что 20-й год – это прививка, да? Но даже любая прививка, она действует какое-то время. Смотрите, прошло уже 5 лет, по сути. Скоро будет, да? И второе то, что ребятам, которым было 13 лет, им сейчас по 18. И эти ребята, то есть они тоже, может, не видели, не застали, не интересовались. А сейчас начинают интересоваться. И к ним доходит эта таргетная реклама, условно, да, какая-то информация. Поэтому TikTok, насколько за 5 лет, тоже вырос даже на наших землях, да? То есть начал развиваться. Поэтому любой вброс, он вполне возможен каким-то последствиям. Поэтому понятно, что нужно вести эту работу, не знаю, чуть ли не из детского сада, показывать, рассказывать, пускай маленькими дозами, о Великой Отечественной войне. Что для нас это трагично. И знаете, есть же такая поговорка, что не начнется новая война, пока помнят о старой. Поэтому максимально мы должны продолжать сохранять эту историческую память, чтобы не получать новый опыт. Вот и все, мне кажется. Я хотел бы привести пример. В канун 17 сентября, в канун Дня народного единства, я достаточно много был и в трудовых коллективах, и среди учащейся молодежи. Могу сказать, что действительно позитивные сдвиги в этом отношении есть. Сдвиги позитивные? Конечно, конечно. Потому что дети... Или прям такие уже чувствуются большие шаги? Я бы в этом отношении давал более взвешенные оценки. Осторожно. Да, потому что если сказать, что все хорошо, это приводит к самоуспокоению. Дети знают о событиях сентября 1939 года, дети понимают. Очень важно, что проводится работа с точки зрения проживания этой истории. У многих предки были разделены в 20-е, 30-е годы. У многих жили в Западной Беларуси. Поэтому дети действительно переживают свою историю, историю страны через историю своей семьи. В этом отношении мы видим, что значительная работа ведется. В том числе и в информационном поле. Я бы обратил внимание не только на первый информационный наш канал круглосуточный, но и на запуск Видеобел. Фактически, я бы не сказал бы аналога Ютуба, но национальной платформы. Поэтому в этом отношении мы укрепляем наш информационный суверенитет. Это позитивные сдвиги, подчеркиваю. Это показатель того, что наше общество, наше государство действительно осознает все те риски и угрозы, которые формируются и будут формироваться. Обращу внимание еще на другой момент. Мы не отказываемся от традиционных платформ. Мы не пытаемся заблокировать ни Инстаграм, ни ТикТок, ни Ютуб. Мы предлагаем альтернативные платформы. В тех случаях, если наши оппоненты попытаются нас погрузить в информационный вакуум, у нас будет уже альтернативная платформа. Я предлагаю вернуться к Дню мира, который мир будет отмечать завтра. На ваш взгляд, нужен ли этот самый мир тем, кто провозгласил этот праздник? Ну, конечно, хотелось бы от них получить все-таки конфетные действия. Мне кажется, наш президент к этому миру делает больше посылов, чем вся организация. Мы должны воспринимать ООН как организацию, которая выражает интересы мирового сообщества. К сожалению, влияние ряда государств вроде Соединенных Штатов привело к ее видоизменению. Тем не менее, мы должны понимать, что на данный момент ООН действительно на уровне декларации, на уровне уставных документов выражает основные устремления человечества к миру, к созидательному труду, к развитию, к многообразию и так далее. Поэтому в этом отношении, с точки зрения декларируемых целей и с точки зрения тех целей, которые преследует Республика Беларусь на международной арене, мы действительно этот день отмечаем. И он, что самое главное, соответствует нашим национальным интересам. Ну что ж, хотелось бы в канун Дня мира услышать от вас пожелания белорусам и брещанам, которые, по сути, всегда на передовой. Прежде всего, политической мудрости белорусскому народу, белорусскому обществу. И все у нас тогда получится. И мы сохраним мир, и дальше будем развивать нашу страну. Я хочу пожелать всем белорусам, брещанам, в первую очередь, действительно, чтобы этот мир был у них и в душе, и в сердце, и на улице. Наверное, это раз. Второе, чтобы они понимали, благодаря кому в этой политической турбулентности, внешнеполитической, этот мир все-таки существует, и тоже это все понимали, и как бы говорили об этом, и рассказывали своим детям в том числе. Чтобы мир еще был и природный, без каких-то катаклизм. На этом завершим сегодня. Спасибо за разговор. Спасибо. Каждую пятницу, обсуждая громкие темы, мы ищем простые ответы на сложные вопросы. Берегите мир. Это был Прямой разговор. До встречи. Прямой разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...